вот друзья мои подчиненные там видите тихо все но только сейчас зайди и начнется он итальянцы отдыхают 2 едят по станкам все тоже отдыхает никаких открою тут а жары все время наши называется на улице минус 12 рано еще пару часиков и будем ужинать до снежинка все уходим мои подчиненные хрюкают я захожу в кабинет разделся допустим утром после управки вот так микрофончик опа и вот так и сижу в телефоне там допустим читаю комментарии отвечаю на это если утром а вот сейчас уже ближе к вечеру я уже все сделано колотил намешал вернее ровер старт надо еще дробить на я уже назад отложил дробление и вот так кабинете отдыхаю свой личный кабинет кстати скоро уже появится секретарь туда к новому году принимать заказы то все на мясо на поросята отвечать на звонки потому что вы звоните у меня телефон для подписчиков которые выложены в разделе канале тут лежит и также у нас прошел розыгрыш розыгрыш прошел ну кто участвовал тот спасибо что участвовали также поздравляем всех кто победил и получилось три победителя один победитель выбрал деньги получил на карту деньги второй победитель если я не ошибаюсь луганской области выбрал бмвд старт для поросят ему уже отправили по моему сегодня отправили да и один с харьковской области выбрал премикс с его доплатой то есть он доплатит а те 870 гривен ему считается в премикс то есть харьковская область премикс луганск бмвд старт а этот гараж тивиш выбрал деньги точно не помню откуда по моему стернобыльской области но так и все и разобрались победителями и что я планирую в этом году в кабинете поставлю елочку наверно отсюда у меня уже есть маленькая такая ну декоративная не настоящая искусственная ну а насчет рыбок не знаю хотя меня для рыбок все есть есть и специальный с регулятором температуры градусник выставляешь нам допустим 20 градусов и он держит у воде 20 градусов может быть так потому что в этот год наверное отопление мы не будем делать я поставлю в сарае там конце буржуйку и то это когда сильные морозы хотя морозы я смотрю 10-15 как бы тут а в ташкенту афа в сарае может больше будут ну и так когда никогда может просушить там я там знаю но все равно я думаю поставить надо потому что потому что надо лучше как лучше и надо тут вот в коридоре в котельне разгородить если данные какие-то бочки поставить с кормом чтоб не бегать корм сюда не носить а сразу тут сборчик набрал уже готовы и занес туда в коридор очень хорошо когда двое дверей в сарай то есть сарае тепло я тут а бегаю шоркаюсь сарае тепло то есть коридор предбанник очень хорошо но так вот так я у себя в кабинете своем личном кабинете есть кабинет есть он подчиненных и там полно и сейчас я покажу вам там все есть живи и радуйся вот так папа и все вот так и живем так пошли во второй сарай покажу вам что там и как вот здесь надо разгребки вот эти тельфера горелки всякие все такой инструмент хохоряшки саморезы и сюда поставить бочки и делать какую-то или под эту сторону полку ну всякие вот эти хохорюшки что мне необходимы ключи там ну то что я пользуюсь плоскогубцы это постоянно надо в сарай что-то там подкрутить что-то оторвали что-то еще но вдруг там что такого там серьезного ничего не было но вдруг так и спрашивали по канализации канализация идет а так жёлоба два видите два жёлоба они идут здесь по низу вот здесь вот тут по низу они идут под земли под плиткой под бетоном и вот тут а это вытягивается там крышка и там три кольца канализацию выходит только только жидкая но только жижа ну ладно моча и все все густяки в тачку то я уже показывал видео каким образом вот так кабинетик зашел вышел туда пошел оттуда пришел сюда зашел вот я вожу мне говорили за ты будешь через чистый кабинет возить тачки с навозом у тебя тут будет все типа навозе вот смотрите уже сколько я вожу я даже здесь ни разу не убирал он бывает подметает потому что солому там ношу когда никогда и вот смотрите это же я так еду и туда на воротах вот все чисто вообще ничего нет и аллея тоже чистая а сейчас туда-сюда я думаю после нового года плиточкой все обложим и вот эти жалоба и центральный проход там еще у меня есть планы и будет красота сарае же я говорю вам ташкент 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 ташкентура до итальянцы уходим а в этом сарае для доращивания у нас одна клетка еще занята я тут подтапливаю вчера на ночь растопил и сейчас думаю растоплю потому что держится мороз где-то минус 4 а под утро было минус 12 если я не ошибаюсь все эти пустые клетки то тоже те пустые вот это одна это еще буквально недельку и тому берем на радугу одного и в ту клетку запустим большой сарай в новый там теплее чем тут они эти подрастают это получается я думал сегодня сколько аматору с вероникой месяцев это не родились в конце в конце августа мне привезли в конце сентября ну то есть конец августа рождения это сентябрь октябрь и ноябрь три месяца и наверное еще нету вот три месяца а вероника уже наверное поболее чем у тот итальянец что мы взвешивали в 90 дней в три месяца 54 килограмма набрала но вес был 54 вероника будет поболее то есть рост у них колоссальный шоу в аматора шоу вероники ну и догнали они уже больничку хотя больничка против них была здесь как гигант уже он вероника догнала больничных ну больнейшая нормально пошли все нормально я тут по-любому потаплю шапим ну тут тоже вода у них стоит чтоб не замерзала то есть чтобы поддерживать хорошую теплую температуру сейчас только растопил вот сейчас сейчас хорошо разгорится я закрываю на ухар пенечка туда накидал и все а потом когда этих уже заберем вот эту часть этих четырех туда на новый сарай я тут а хорошо натоплю вы мочим все стены плитку водой и все щетками повымываем паутину всю соберем побелим заново где там шоу почистим почухаем и все и будем ждать новых опоросов и сюда переводить надо рачивание сюда перевожу после отъема и а так желательно до двух месяцев то есть два месяца от рождения и потом уже можно сарай на откорм потому что три месяца такие вот как вот допустим вероника и аматор но этим чуть больше коричневым их тяжело уже отсюда переводить хоть в новый сарай хоть другой я когда итальянцев перетяну тяжело а когда в два месяца то есть 60 дней нормально покидал их по два по три в тачку мою в тележку и поперевозил а эти уже тяжелый но если вероника вот я думаю не меньше 55 килограмм а может даже все 60 но она крупная то есть в этой наверно под 70 может 75 ну то есть этот крупнее чем вероника но эти то то же самое этот это все получается свинки это свинки и вероника свинка аматор тут а как кум королю и слаб министр не кастрированный аматор мне надо для запаха я когда мне надо покрывать допустим любыми кряками но я имею ввиду искусственно мне аматор и в основном для запаха надо чтоб для стресса вона стресса ну ну и так аматор вообще левых кровей покрыть любую свинку если я там не успеваю с дозой лишу ну а так если мне надо будет там чисто какая-то линия петрен или макстер я конечно куплю семя дозу и покрою искусственно а когда мне просто над корм поросята покрою покрывать их аматором у них рост колоссальный то есть энергия роста по отличная у этого выводка вот по веронике и по аматору то есть вот так это получается две свинки вот эти коричневые это от моей канторши я ее забраковал вот этой канторши канторшу покрывали дюрком и такие поросят ну а веронику оставим наверно тоже на свиноматку чтобы она была вообще других кровей от моих всех свиноматок у меня то сейчас машка получается левых кровей а будет и вероника машка все равно туда и сюда и все а вероника останется ну то есть вот так вот это получается им три месяца это наверное еще и нету три месяца потому что они родились конце августа сентябрь октябрь наконец ноября ну принципе плюс-минус до три месяца ну на три месяца это вообще вероника хотя когда мне их привезли я им покупировал хвосты поколол все необходимые уковы они долго недели две стояли я думал роста не будет ну и пошли так шоу он и вероника прямо просто не до вероник подскажешь девулька девулька да вот видите новикой вероника шо ты этот микрофон грызешь но так так что то такие дела у нас буду переводить их то сниму видео когда буду перетягивать ну тут по-любому получится в одной тачке одна свинка потому что крупные сейчас еще какая-то неделька пройдет еще под наберут поэтому так ну тут поэтому сараю рассказал показал что да как сейчас подкину и пусть наливает